Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать, какие приложения стоит разрабатывать для того, чтобы на них зарабатывать. То есть, я расскажу, какие приложения лучше всего пойдут под Android, какие под iOS. Опять же, это только мое мнение, исходя, которое базируется лишь на моем опыте. Но я расскажу, какие приложения стоит разрабатывать, а какие не стоит. Почему я решил сделать это видео? Дело в том, что я очень часто вижу, как люди разрабатывают приложения, разрабатывают, если это их первое приложение, около года, а потом приложение это никому не нужно, потому что его никто не устанавливает, потому что оно никому не нужно. Это было вызвано тем, что человек просто делал мобильное приложение, которое он хотел бы сделать сам, но в итоге не проанализировал это мобильное приложение на степень востребованности. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком, то есть, получить стабильную онлайн-профессию, стать разработчиком мобильных приложений под платформу Android, либо вы хотите разрабатывать свои мобильные приложения и зарабатывать на этом, вы всегда хотели создать сервис, которым будет пользоваться очень много людей, которые готовы вам будут за это платить, либо вы хотели бы построить бизнес по разработке мобильных приложений под заказ. Если это все про вас, то тогда у меня для вас есть отличное предложение. Только до конца месяца действует скидка на обучение. Вы сможете приобрести полный курс с моими консультациями за 3000 рублей. То есть, вы оплачиваете единовременно и больше ничего не платите. И получаете пожизненный доступ к курсу. Если вас это интересует, то ссылки для связи со мной есть в описании к этому видео. Есть ссылки на мои мессенджеры, а также есть ссылка на страничку, на которой вы сможете более подробно ознакомиться с курсом. Значит, акция начинает действовать сегодня и продлится до конца месяца. Всего по акции у меня есть 2 места, поэтому по таким ценам я возьму только 2 людей. Действительно, очень часто можно встретить разработку всяких мусорных приложений, которые никому не интересны. То есть, там нет своей аудитории, которая пользовалась этим мобильным приложением. По этим мобильным приложениям не происходила какая-то оценка конкуренции. То есть, ну обычно, я, наверное, в следующем уроке расскажу, как оценивать, подходить к разработке мобильного приложения. То есть, очень много всяких мусорных мобильных приложений, которые именно, как бы, их очень много, но ими никто не пользуется. То есть, у этих мобильных приложений нет, они не решают никакую-то очень острую ситуацию своих потенциальных пользователей. И это мобильные еще просят за это деньги. То есть, это некие такие мусорные мобильные приложения, которые, в принципе, в которых нет никакого смысла. Ну, например, как один из вариантов, есть какой-то, допустим, у какой-то компании сайт. И делается мобильное приложение, которое просто предоставляет информацию по этому сайту. То есть, сайт в виде мобильного приложения. Просто контент оформили в виде мобильного приложения. И мобильное приложение, как сервис, не представляет никакой ценности. Потому что, все-таки, нужно уметь отличать сайт от мобильного приложения. Сайты предоставляют информацию, мобильное приложение позволяет что-то сделать вашим клиентам, одно или несколько действий, какой-то вы даете функционал. Поэтому при оценке очень сложно понять, будет мусорное приложение или не будет мусорным приложением. Но нужно подходить к оценке своего будущего продукта. Ну, об этом я расскажу в следующем видео, как подходить к оценке. И мы двигаемся дальше. И следующий пункт есть, о котором я хотел бы рассказать. Это приложения, на которых не получится заработать. По факту, существует два вида заработка. Ну, три вида заработка. Первый вид заработка, если у вас, например, какой-то интернет-магазин. И вы что-то продаете, и оформляете функционал покупки чего-то у вас, вашим клиентам, предоставляете какой-то функционал у вас приобретения. Да, есть сайт, на который человек может зайти, зарегистрироваться и купить. А есть мобильное приложение. Вот это мобильное приложение, оно будет востребовано у ваших постоянных клиентов. То есть, это очень хорошо будет работать в сфере оптовых продаж. Заработок, именно если у вас есть какая-то компания, вы через мобильное приложение продаете постоянным клиентам. Это первый вид заработка, он очень редкий. Второе мобильное приложение, это мобильное приложение, на котором вы можете заработать как на подписке. И делаете общий функционал на 80%, делаете бесплатным, открытым для всех. А вот функционал, который очень важный, самый такой ценный, и 20% этого функционала закладываете в платные подписки. И третий, самый распространенный вариант заработка, это заработок на рекламе. Я вам советую зарабатывать на рекламе не на общей, хотя это очень сложно теперь делать на Российской Федерации. А делать мобильное приложение для самой узкой аудитории и находить рекламодателей, которым интересна именно эта узкая аудитория. И теперь давайте поговорим, какие мобильные приложения будут востребованы под Android и под iOS. Вам нужно понять, что если вы разрабатываете мобильное приложение под Android, то вам, скорее всего, придется забыть о заработке на платной подписке. Потому что максимум 5% ваших пользователей, при самом оптимистичном раскладе, будет покупать у вас какую-то платную подписку под Android. Если же, конечно, это не игры, а прям мобильные приложения. Но Android очень мало кто что покупает. Поэтому, если вы разрабатываете под Android, нужно всецело забыть о заработке на платной подписке. Здесь будет заработок именно на рекламе. И поэтому, если вы хотите сделать приложение под Android, нужно смотреть в сторону контентного приложения. То есть, приложение для узкой категории лиц, понятной категории пользователей. И предоставлять какой-то ценный контент для этой категории пользователей. А затем, когда ваше мобильное приложение наберет хоть сколько это установок, найти, произвести поиск рекламодателей, которым интересно эта узкая аудитория и зарабатывать на рекламе. Каждого такого пользователя вы сможете продавать очень дорого. Не за 10 центов, грубо говоря, а за 5 долларов, за доллар. То есть, каждого пользователя. Я утрирую, конечно, грубо говоря, ну, допустим, не за 10 копеек, а за рубль, за 2. То есть, как бы, можете очень, даже за 10 рублей. В зависимости от аудитории. Например, что это за мобильное приложение? Мобильное приложение, допустим, по советам, например, мобильное приложение, которое будет давать советы своим пользователям по уходу за зубами, да. Давать какие-то рекомендации в любой врачебной деятельности, да. У вас узкая ниша, у вас узкая категория пользователей. И поэтому вы здесь можете привлекать в качестве рекламодателей различные стоматологические клиники и, там, производители зубных паз, зубных щеток, вот, все вот такое. Можете сделать, если вы живете в небольшом городке или пососедствуя из небольшой городок, можете сделать общее мобильное приложение, которое будет совместно контентное и сервисное. То есть, в котором будет заказ еды по категориям, да, заказ каких-то билетов тоже кино, какие-то, скажем так, возможности что-то сделать в качестве услуг. Записаться на массаж, записаться на прием к косметологу, что-то вот такое для узкой категории лиц. Здесь в данном случае уже будут выступать жители определенного городка. И, конечно же, здесь очень легко найти рекламодателя. Все, что вам нужно сделать, это найти рекламодателя, который захочет продекламировать свои услуги. И вы можете брать либо одноразовый платеж, да, либо вы можете брать с него подписку. Допустим, один день его рекламы стоит столько-то. Если вы хотите на месяц, то платите на месяц. Кроме того, допустим, у вас будет такой некий генератор всяких мест, которые есть у вас в городе. И вы можете продавать лидирующие места, которые сверху показываются пользователю за деньги, да, чтобы какая-то компания находилась не внизу списка. Допустим, человек хочет заказать пиццу, он вводит пиццу, роллы, да, и выходит у него ряд компаний, которые предлагают в этом городке такие услуги. И компания может вам профинансировать, и компания может купить себе не 20-е место в поиске, а 1-е место в поиске. То есть тут такой заработок. Тоже хватает, тоже касается и различных контентных приложений, например, тех же, что я предложил, рассказал вам ранее по уходу за зубами. Да, также есть очень активная аудитория, это женская аудитория. Можете сделать мобильное приложение по уходу за лицом, за кожей. То есть та же система, тот же контентный подход. Но если вы хотите зарабатывать на платных подписках и делать какие-то интересные сервисы, которые будут интересны людям, и которые будут облегчать их жизнь, то вам нужно, вам стоит смотреть в сторону iOS разработки, разработки под iOS. Потому что здесь уже высокий очень процент покупки подписок. Все те, кто хотят заработать на мобильных приложениях, как на подписках, сразу разрабатывают сначала под iOS, потом уже под Android дополнительно разрабатывают. Поэтому если вы хотите зарабатывать не на рекламе, а на подписках платных, то тогда нужно разрабатывать именно под iOS. И тут же еще есть очень интересный вариант с рекламой, потому что рекламодатели в первую очередь хотят людей, которые пользуются айфонами. Потому что они считают, что рекламодатели считают, что такие люди более обеспеченные, более богатые, и они более интересные рекламодателям. Это очень плохой подход, может он не очень корректный, но он имеет право на жизнь, и он реален. То есть люди очень, рекламодатели очень хотят пользователей айфонов. Да, есть та же контекстная реклама в интернете, которая слеживает, можно, по-моему, если не ошибаюсь, можно показывать рекламу только владельцам айфонов и всей iOS продукции. Но здесь уже конкретно рекламодатель может быть уверен, что он будет, его реклама будет показана именно обладателям этих смартфонов. То есть это очень интересный подход. И подводя итог, что можно сказать? Можно сказать, что не стоит разрабатывать мусорные приложения. Как понять, приложение мусорное или нет, нужно произвести анализ своего будущего проекта. Как производить анализ будущего проекта, я расскажу в следующем видео. Главное, также очень важно не разрабатывать приложения, которым не будут пользоваться. Что это за приложение, на которых нельзя заработать? Это, например, различные расширения. Это мы сейчас говорим про Android. Это расширение, допустим, для батареи, для какой-то технической поддержки или возможности обойти какие-то блокировки. Потому что я не говорю сейчас про VPN, я говорю про всякие небольшие мобильные приложения. И то, что связано с таким, с низким бюджетным подходом для людей, которые хотят что-то с чем-то сэкономить. Такие идеи люди не будут вам ни за что платить, поэтому здесь только зарабатывать на рекламе. И реклама будет дешевая, и рекламу вы напихаете, и ваши приложения попользуются, а потом его удалят. То есть, это не очень хороший вариант. Второй. Дальше мы переходим к тому, какие же стоит мобильные приложения все-таки разрабатывать. Это контентные и сервисные мобильные приложения. Они можно разрабатывать под Android и под iOS, но схема монетизации будет совершенно разной. Под Android нужно ориентироваться, что вы будете зарабатывать на рекламе, поэтому нужно собрать аудиторию. Тут либо нужно набирать большое количество широкой аудитории, но тогда у вас рекламная ставка будет маленькая, потому что разношерстная аудитория. Либо собирать определенный круг лиц, поэтому здесь можно набрать намного меньше пользователей. Но при этом пользователи будут конкретные, которые будут более интересны определенным рекламодателям. И когда вы придете к рекламодателю и предложите ему прорекламироваться в вашем мобильном приложении, если вы придете с разношерстной аудиторией, ему, скорее всего, будет это не очень интересно. Но когда вы придете и предложите ему прорекламироваться на определенную аудиторию, которая ему интересна, это его явно заинтересует. Ну, например, я вам сейчас расскажу о таком проекте, которым моя компания сейчас занимается. Это разработка мобильного приложения для местного зоопарка. То есть, такое место, как зоопарк, он сезонный. Сезонное место, то есть, на майских праздниках начинается поток и заканчивается сентябрем. И, допустим, можно сделать мобильное приложение, в которое люди, которые хотят пойти в зоопарк, посмотрят, на что они хотят. Зайдут в приложение, посмотрят, на что можно посмотреть. Сделают схему своего пути для путешествия по зоопарку. И создадут план, что они хотят посмотреть. И вот этим всем пользователям, эти все пользователи будут интересны каким рекламодателям? Рекламодателям, в первую очередь, которые занимаются продажей детских товаров, каких-то детских услуг. И это очень интересно будет различным вот этим вот организациям, которые занимаются какими-то детскими товарами. Потому что в зоопарке очень подавляющая аудитория, это дети. Также, допустим, рядом с зоопарком есть люди, когда идут в зоопарк. Я как человек, который долгое время жил возле зоопарка, на районе. И я вам могу сказать, что люди очень часто, когда вот придет наплыв людей в зоопарк, люди очень выстраиваются в очень хорошей очереди, чтобы зайти в соседние, рядом расположенные продуктовые магазины. И что-то там купить, какой-то, кто-то на пикник покупает, чтобы в зоопарке там есть такие зоны для пикника можно посидеть. Там воды купить, мороженого купить, что-то вот такое вот все. И соседним магазинам можно предложить прорекламироваться в этом приложении. Или разместить, допустим, отдельный раздел в таком приложении, в котором, там, назвать его магазины рядом, да, где можно закупиться. Тоже вариант, тоже вариант. В общем, есть несколько вариантов монетизации. Это вам пример удачной монетизации, удачной разработки. Ну, такая точная идея. Ну, а вот если вы хотите сделать какой-то сервис, например, человек, который может создать свой список дел, записывать встречи, список дел, разбивать по категориям, по стикерам, что-то сделать, такую подписочную модель, либо, которая будет ему для всяких путешественников, которые будут ему давать различный интересный контент по путешествиям в своем регионе, то это такая сервисная модель, и это заработок на подписке, то я вам рекомендую заниматься iOS-разработкой. Это очень важно. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.